Рождественская звезда, Вифлеемская звезда, Пуансеттия великолепная. В Европе и США этот удивительный цветок стал неотъемлемым атрибутом Рождества и Нового года наравне с ёлкой. Его широко используют для украшения домов, офисов, храмов, торговых центров, заведений общественного питания. При этом в ход идут как живые растения в горшках, так и их искусственные подобия. Вся прелесть Пуансеттии великолепной в ярко окрашенных листьях прицветиях. В западном мире этот цветок считается одним из традиционных рождественских подарков. Ежегодно в предрождественской Европе покупается около 100 миллионов горшков с этим эффективным цветком. Цифра очень впечатляет, не правда ли? И мне стало интересно, что же делают Пуансеттию таким привлекательным подарком? Сувениры такие интересные. Это тоже эмблема Рождества, да? И как называется это? Коллиная звезда? Да, да. Где лучше её приобретать? И во сколько обойдётся такой подарок? Извиняла, это вместе с кашпа 8 лево? Эй, да, кашпа. Как же с кашпа? Вот, я удивляюсь. Это наайс. Это наайс. Если и вам это интересно, ставьте лайк и отправляйтесь со мной. И оставайтесь со мной до конца, чтобы увидеть, на чём же я остановила свой выбор. В этом году Рождество я встречаю в Варне, Болгарии. Вот здесь мы и отправимся на поиски моей рождественской звезды. В Болгарию, как и в Россию, Пуансеттия пришла значительно позже, чем в западный европейский мир. Но я наблюдаю, как с каждым годом позиции её здесь всё больше укрепляются. Триумфальное шествие Пуансеттия по США и Европе началось в XIX веке с лёгкой руки американца Джоэля Робертса Пуансетта. Он был не только послом США в Мексике, но и страстным любителем ботаники. В 1828 году он отослал несколько экземпляров поразившего его растения в свою оранжерею в США. Прекрасный цветок, яркое цветение которого приходится на зиму, пришёлся по вкусу американцам. Благодарные сограждане назвали его в честь Пуансетта и даже отмечают 12 декабря национальный день Пуансеттии. Из США цветок перебрался в Европу и здесь тоже стал необыкновенно популярным. Оказывается, удивительный цветок рождественская звезда магически воздействует на человека и атмосферу в доме. Если его поставить в гостиной, где собирается вся семья, то в доме станет меньше ссор, споров и выяснений отношений. А вот в спальню Пуансеттию ставить не рекомендуется, поскольку своим тонизирующим воздействием она может способствовать бессоннице. Если держать рождественскую звезду в кабинете или офисе, он будет привлекать удачу, выгодные предложения и заключения сделок. Цветок оказывает отличное влияние на сотрудников офиса, придавая им уверенность и делая их труд более продуктивным. Может быть именно поэтому в одном из крупных офисных центров Варны рождественскую звезду взяли за основу новогоднего оформления. Рождественская звезда очень положительно влияет на работу головного мозга. Цветок делится с окружающими жизнеутверждающей энергетикой, повышающей настроение. Вот и получается, что Пуансеттия действительно прекрасный рождественский подарок. Сделанный близким по духу людям от чистого сердца, он станет прекрасным домашним талисманом. Сейчас зайду на цветочный рынок. Это шиз? Да. Шиз 90. А, чудесно. Чуть-чуть маленькая. Они по размеру. Кстати, массово выращивать Пуансеттию на коммерческой основе начали тоже американцы в 20-е годы прошлого столетия. Активно спонсировалась работа селекционеров, которые создали более 100 видов коммерческих сортов. Бледно-рус. А си что, 12 сити? А болгарской леди? Да. Ай, бяу. Так, и там горшочек. На себе. А это какие, получается? Около 70 лет американскому семейству Эк удавалось удерживать в тайне технологию выращивания Пуансеттии в теплицах. Но тайное всегда становится явным. И сегодня рождественскую звезду выращивают в теплицах различных стран. И даже совсем не христианских. Вот на этом цветочном рынке Варни продают Пуансеттию, привезенную из Турции и Голландии. И что особенно приятно, выращенную в Болгарии. Прекрасные Пуансеттии, выращенные в теплицах Болгарии, в Софии, заставили меня заглянуть в этот цветочный магазинчик. Красные керамические кашпо. Не слишком ли много красного? Вместе с кашпо цветок стоит 15 лево. А если просто в белом пластмассовом горшочке, то 8. 4 евро. По-моему, чудесная цена для прекрасного цветка. Хороший рождественский подарок друзьям, который будет радовать всю зиму. А вы приобрели бы такой рождественский подарок для своих друзей? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...